Здравствуйте дорогие друзья, в эфире программа, в которой мы постараемся разобраться с вами в нашем внутреннем мире и разложить в нем все по полочкам, чтобы в жизни в дальнейшем у нас все было легко и просто. А поможет нам в этом психотерапевт, доктор наук Алексей Сергеевич Башканов. Здравствуйте Алексей Сергеевич. Здравствуйте Никита Андреевич, добрый день уважаемые анапчане. Алексей Сергеевич, для начала хотелось бы просто вот так прямо в лоб и спросить, кто такой психотерапевт, зачем вы нужны человеку, чем вы можете ему помочь, в чем смысл вашей профессии? Много лет назад люди вдруг выяснили, что им нужны помощники, они не могут справиться со своими психологическими проблемами, да, с проблемами на работе, с проблемами в жизни, с проблемами с самим собой. И тогда была придумана профессия, да, психиатр. В дальнейшем была придумана профессия психотерапевт. Почему? Потому что психиатр это человек, который занимается проблемами тяжелыми. Это специалист, который занимается психическими болезнями. Тогда, когда мы говорим, что человек уже действительно болен. Но ведь есть огромное количество проблем, психологических проблем, да, те же конфликты с внешним миром, конфликты с самим собой, да. Вот как здесь разобраться? Вот этим и занимается психотерапевт. Я непосредственно занимаюсь неврозами, да, я занимаюсь страхами. Я помогаю людям перестать бояться. У нас огромное количество страхов, которые мешают людям жить, а из-за этого снижается работоспособность, из-за этого снижается стремление к продолжению рода, да, и прочее, и прочее. Огромное количество проблем, потому что люди боятся. Поэтому мы и создаем сейчас в Анапе международный центр коррекции личности, избавление от страхов и фобий. То есть у Анапчан теперь будет возможность справиться с этими проблемами при помощи специалиста. Не только у Анапчан, но и у жителей всего Краснодарского края. Поэтому добро пожаловать, всем поможем. Ну, то есть, Алексей Сергеевич, получается так, чтобы не попасть к психиатру, надо вовремя прийти к психотерапевту. Все правильно. Чтобы как можно дольше сохранять свое психическое здоровье, на Западе это поняли давным-давно, и у каждого уважающего себя жителя существует свой психотерапевт или психоаналитик. Да, ну, Анапчанам повезло, потому что я еще и психоаналитик. Да, и мы не на Западе. Нам в этом очень сильно везет. Итак, Алексей Сергеевич, наверняка среди страхов, которые являются вашей специализацией, есть какой-то основной, от которого все пляшет, как говорится. Безусловно. Какой это страх? Вот прежде чем мы перейдем к основному страху, а самый главный страх, уважаемые телезрители, вы должны понимать, что это страх смерти. Да, это страх, за которым стоит абсолютно все. Но, прежде чем мы с вами к нему перейдем, я хочу сказать, что вообще все страхи я лично делю на две большие группы. Первая группа – это страхи друзья. И вторая группа – это страхи враги. Если страхи друзья – это те страхи, которые помогают нам выжить, второе их название – это инстинкт самосохранения. То есть человек боится подниматься на крышу, он боится вставать на край крыши и говорит, о, Алексей Сергеевич, я боюсь вставать на край крыши и смотреть вниз. Я ему говорю, это здорово, это очень хорошо. Потому что ваш инстинкт самосохранения вам подсказывает, не надо залезать на крышу, не надо смотреть вниз, иначе голова закружится, вы упадете. Поэтому ваш инстинкт самосохранения вам подсказывает – не залезайте туда. Это страх друг. Поэтому я, уважаемые телезрители, сразу предупреждаю, что избавлять людей от страхов друзей нельзя. Эти страхи наоборот, надо лелеять, холить и нежить. А вот как избавиться от страха врага? Вот первый, самый большой страх, это страх смерти. Страх смерти это основа всех страхов, и вы должны понимать, что он появляется у нас с того момента, когда у ребенка страх смерти появляется, когда ребенок превращается в человека, когда он осознанно начинает думать. Вспомните себя, вспомните свое детство. Как вы вдруг понимали после рассказов мамы или после рассказов бабушки, что вот, ой, я могу умереть, ой, а мама может умереть, ой, а бабушка может умереть. И огромное количество детей потом по ночам лежали и молились, и говорили, господи, а вот как сделать так, вот я очень хочу. Или вот джина, вот детские сказки про джинов, про золотую рыбку. Золотая рыбка, вот была бы у меня золотая рыбка, я бы сделал так, чтобы вот, ну, мама не умирала, папа не умирал, вот братик, чтобы жил, как бы, да? Вот это первый страх смерти, который затем перерастает в подростковый страх смерти. Там совершенно другая история, там совершенно другие корни. А затем он возникает у людей во взрослом периоде, когда человек сталкивается уже с реальной угрозой жизни. То есть это реально угроза через здоровье. У нас ухудшаются сосуды, и люди видят, что их одноклассники или одногруппники или коллеги по работе вдруг начинают погибать от инсультов, да, от инфарктов и прочих-прочих вещей. То есть вдруг молодые люди 30 лет, 40 лет, да, и вдруг начинают умирать. А, значит, я тоже умру, а, а тут еще передача про рак, не дай бог, какая-нибудь, да. Вот я тоже похудел, да, вот у меня с волосиками что-то вот стали они пожиже. Все, у меня точно рак. Начинает развиваться канцерофобия, да, и так далее, и тому подобное. А сейчас мы с вами, я предлагаю поговорить о взрослом страхе смерти, да, когда человек достиг какого-то определенного возраста, и вдруг возникает первая мысль. Блин, а я умру. А-а-а, что делать, да? Ну да, конечно. Пусть Николая такая, Никита Андреевич. Ну, неоднократно уже приходили по данной высоты. Все правильно, вы взрослый человек, я взрослый человек. У каждого взрослого, и уважаемые телезрители не дадут нам соврать, да, у каждого взрослого человека после 30 лет обязательно возникает такой страх. Страх смерти. Я умру, и все. Вот все это будет, вот все будут жить, да, машины будут ходить, деревья будут расти, а меня не будет, а-а-а, что делать, да, катастрофа, катастрофа. И если еще к этому навалится какая-нибудь проблема на работе, все, это уже двойная катастрофа. Итак, что делать? Прежде чем перестать бояться, вам нужно определиться, да, мне столько-то лет, вы садитесь однажды в тишине, в спокойствии, говорите, мне вот 28 лет, я вчера первый раз задумался о смерти. Что дальше? Берете ручку, берете листочек бумаги, все как обычно. Мы, психотерапевты и психологи, не можем без ручки, без листочка, да. Это обязательное условие. Пожалуйста, ручка. Спасибо. Берется ручка, берется листочек, вы садитесь и пишете, мне сегодня столько-то лет. Я собираюсь приблизительно прожить вот там до 98 лет или до 105, да, ну, сформулировать вот свою жизнь. Я, ведь на самом деле, вы должны понимать, что страх смерти, он очень сопряжен со страхом физического бессилия. То есть вот этот вот страх, который ожидает нас в старости, мы ведь чего? Мы ведь не старости боимся, мы боимся своей немощности, мы боимся, что мы будем лежать в фекалиях там, да, и никто за нами ухаживать не будет, что родным будет не до нас, дети будут жить далеко, а мы вот не сможем сами за собой ухаживать. Страшно? Ой, как страшно. Конечно. Поэтому вот надо прописать. Мне сегодня 28. В 60 после 60 у меня могут начаться проблемы со здоровьем. Могут? Могут. Начиная с 70 лет, да, уже идет угроза смерти. Согласны? Согласны. Да, если не раньше. Если не раньше. Вот вы прописали себе этот график. Потом вы строите себе план с 28 до 60. Что вы собираетесь делать? Потом вы строите план с 60 до 70. Потом вы строите план с 70 до 90. Потому что на сегодняшний день среднестатистический житель Российской Федерации может прожить 90 лет. Итак, вы составили первое. Вы составили себе график своей будущей жизни. Важно? Важно. Второй момент. Когда вы начнете строить свои планы, запомните, уважаемые телезрители, никогда свой план нельзя строить больше, чем на 6 месяцев. Вот так называемый короткий план, 6-месячный план. Многие строят на год, многие строят на 3 года, на 5. Это не совсем правильно. Надо строить на полгода. Вот большие какие-то позиции, пожалуйста, раскидайте на все годы жизни. А маленькие, очень важные, нужно строить только на полгода. И каждые полгода корректировать свой план. Полгода прошло, ху, слава богу. Еще корректируем, ху, еще, слава богу. За свою жизнь надо бороться, и нужно посвящать время. Да, потому что если вы не ходите в спортзал, если вы не занимаетесь своим здоровьем, если вы курите, если вы пьете, если вы психуете и поднимаете тяжести, то риск того, что вы умрете скоро, очень высок. И ни один психотерапевт вам не поможет с этим справиться. А вот вести более или менее правильный шестимесячный по плану, шестимесячному плану образ жизни, это все реально. Второе, что нужно делать? Для того, чтобы перестать бояться смерти, нужно знать, что ждет вас после жизни. А ответ на этот вопрос вам даст только церковь. Вы можете прийти в церковь, очень важно найти своего батюшку, очень важно найти своего духовника, который вам объяснит, что после вашей смерти, что происходит с вами, и что тело уходит в землю, ничего страшного в этом нет. Это знаете, как скафандр, космонавт снимает скафандр, бросил где-то, а тело пошло дальше. То же самое и с телом. Тело мы бросили, а душа, вот душа, как поважнее будет тело. Но мы очень любим это тело, мы очень любим этот скафандр, мы о нем заботимся, забывая о том, что когда придет время, мы просто от него избавимся и пойдем дальше. Вот как только человек начинает это понимать, как только у него откладывается какая-то схема, почему я сказал священник, я не назвал религию. Это может быть любая религия, это может быть православие, это может быть буддизм, это может быть иудаизм, это может быть мусульманство, что угодно. Главное, чтобы у человека была вера в Бога. А все остальное, это просто разные названия Бога на самом деле, да, а на самом деле должна быть вера. Это пункт номер два. Третье. Значит, существует целый ряд упражнений, когда вы уже определились с батюшкой, когда вы уже понимаете, что с вами будет после смерти. Ваша задача делать периодические упражнения. Вот мне сегодня приснилось, что я умираю. Я проснулся утром, я плохо себя чувствую, что как. Вы делаете упражнение. Вы садитесь достаточно трех минут. Причем это упражнение необходимо делать в течение трех, четырех, пяти дней. То есть научиться, что и как. Упражнение называется «Я умираю». Вот представьте себе, вы сели, и вы умерли, вы увидели, как вы умираете. Вот что с вами происходит. Потому что у многих ведь очень хорошая фантазия, они рисуют себе, как это будет происходить. Вот нарисуйте себе, да, стоит гроб, стоят люди, все плачут, вас провожают, потом вас заколачивают, потом вас хоронят. Вот проиграйте эту ситуацию и почувствуйте свое отношение к этому. На следующий день проиграйте эту ситуацию еще раз. На третий день проиграйте эту ситуацию еще раз. И так до пяти дней. И вы увидите, что с каждым разом, когда вы проигрываете эту ситуацию, вам будет очень спокойно, 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 спокойно. И вы поймете, что да, все умрут. Вы должны понимать, вы умрете, я умру, наши операторы умрут, наши дети умрут, наши внуки умрут, все умрут. И относиться к этому нужно легко и просто с юмором. Нужно посвящать всю свою жизнь вот радости, получению удовольствия, труду, давание удовольствия кому-то, да, а смерть, она все равно нас настигнет. Итак, второе упражнение, которое нужно сделать, это письмо. Очень важно написать письмо завещания всем. Вот представьте себе, вы умираете, да, и вы не успели сделать огромное количество дел. Вот попытайтесь составить список тех дел, которые вы не успели сделать и которые вы хотели, и какие поручения вы бы кому давали. И вам сразу станет легче, и вы поймете, ну все, я могу теперь уходить, все дела как бы я закончил, да, это поручение, это дело у меня продолжит, это дело продолжит, это, 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 все. И, наконец, последнее упражнение, которое я очень рекомендую людям, у которых очень сильный страх смерти, это попросить своих родных или близких физически им помочь. А именно, взять однажды простыню, упражнение очень простое, у человека ложится, а второй человек заворачивает этого лежачего в простыню и сворачивает его как младенца, как ребенка. И одевает ему очки, так, чтобы не видно, чтобы была полная темнота. То есть идет ощущение того, что человек умер. И вот несколько раз в течение недели, вот мы достаточно часто в своем центре на севере проводили такие упражнения, да, и люди после этого просто говорили, господи, все, я почувствовал, первая катастрофа, так страшно, все, я не управляю собой, все, хочется развязаться, а, паника, они у нас кричат, они у нас бьются, визжат, все. А на третьем, четвертом сеансе уже спокойствие, умиротворение, они понимают, что как прекрасна жизнь, и рано или поздно, мы все умрем, и это данность, относиться к этому нужно с юмором, легко и просто. Ну, то есть, получается, что, конечно, если всю жизнь, там, ну, с определенного возраста боятся смерти, то зачем нужна такая жизнь, да? Бойтесь, люди, бойтесь, но помните, что и жизнь прекрасна, и смерть неизбежна. Поэтому это все веселая вещь, да, вы обязательно пройдете четыре стадии жизни. Детство, трочество, юность, старость, да, кто-то умрет в детстве, кто-то в среднем возрасте, не важно. Главное, что он зачем-то появился на этот свет. Он выполнил какую-то свою миссию, и он уходит. Мы здесь для выполнения своей миссии. Спасибо, Алексей Сергеевич. Я надеюсь, дорогие телезрители, наши советы, вот советы Алексея Сергеевича, вам помогут легко и просто относиться к такому, казалось бы, сложному вопросу, как страх смерти. А мы увидимся с вами в следующей программе. До свидания. А я напоминаю, что любую проблему можно решить двумя способами, либо с помощью головы, либо с помощью сердца. Всем привет! Субтитры создавал DimaTorzok